Всем привет! С вами снова Аркадий Панкратс, и сегодня мы будем разговаривать о барландском крафте от пивоваренной компании Bell Heaven. Погнали! На первый сорт я наткнулся совершенно случайно, и было это в кофейне Лаваза. Ну, что в кофейнях обычно делают люди? Покупают кофе, покупают пирожные, сидят смиренно, их поглощают, употребляют и наслаждаются общением друг с другом. Но что делает Аркадий Панкратс, который не любит ни первое, ни второе? Правильно, Аркадий Панкратс всегда к месту или не к месту приобретает такой близкий и дорогой сердцу пенный напиток, который называется пиво. Итак, интергалактический сухой охмеленный лагерь. Тут используются три вида хмеля, Сентениал, Колумбус и Каскейд. Прикол этого пиваса, как по мне, именно в раскрытии вкус. Это еще нифига не ИПА, но уже далеко и не просто лагерь. Следом у нас будет ИПА, скрученный чертополох. Этот пивас мне советовали в комментариях, поэтому, собственно, вот и он. Тут используются хмель Челленджер, Херсбрукер и Каскейд. Снизу на этикетке приписка. Смелый, горький, сочный. Было бы круто, если бы все оказалось именно так. Кстати, забавный момент. Вот этот вот самый пивас в 2014 году получает серебряную медальку на одном из старейших дегустационных конкурсов Европы, который называется Монде Селекшн. Это, знаете ли, такой международный институт качества, который был основан в 1961 году в Брюсселе. Примерно такая же тема происходит в Германии. Называется она Диэльги Промид. И о нем я рассказывал уже неоднократно в нескольких своих видео. Но, как бы, суть не в этом. Прикол в том, что в том же самом году, на том же самом конкурсе, золотые медали получают аж два сорта от московской пивоваренной компании. Это хамомники Пельзинская и хамомники Пшеничная. Это серебряная от московской пивоваренной компании. Золотую медаль. Такой вот забавный фактец. Что касается самой пивоварни Беллхевен или Прекрасная гавань, она считается старейшим независимым пивовиным предприятием в Шотландии с писькометром аж в 1719 год. Расположена на востоке от Эдинбурга в городке Данбар. Про эту пивоварню уже дофига написано пространных текстов, поэтому углубляться в историю я нифига не буду, чтобы уныло вот тут вот торгуя перед камерой своим красноватым лицом не перебирать по датам основные моменты ее становления. Я более чем уверен, учитывая массовость данного продукта на отечественном рынке, что все уже давно прочитано и изучено. Но дабы в моем повествовательном процессе не было некой такой дырени, я покажу вам ролик, приоткрывающий завесу таинства приготовления пива Беллхевен. Приятного просмотра! Шаттлальдия – самая лучшая маленькая страна в мире, известная своими людьми, своими землями, своими водами и пивом Беллхевен. Остановленная в 1619 году в городе Данбар, в северной Беллхевен давно поделал прелесть сочетание золотого ящиния с чистой и все с 13-метрованной водой, что течет не с его источников. В парочном цехе большая забота и внимание уделяется всему процессу пивоварения, начиная с раздирания и варки, что дает уверенность в получении пива с самого лучшего из возможных в начале жизни. Каждое пиво тщательно проверяется и контролируется во всем, для того, чтобы гарантировать его наилучшее состояние. После того забурного этапа пиво ожидает спокойное состояние дрожжения, время, когда оно спокойно созревает, приобретая свою силу и характер, находясь при этом под пристальным наблюдением. Элли и лагеры Беллхевен унаковываются после того, как пиво было разлито в чистые снеглянные бутылки, закрыто крышками и промаркировано на самой современной линии разлива. Небольшая команда высококвалифицированных и опытных работников обеспечивают качеством и заботу первостепенной в пивоварне Беллхевен. Бутылки упаковываются в считанные минуты. На линии разлива кеки заполняются разнообразным пивом из ассортимента Беллхевен, в том числе Беллхевен Паст. Пиво покидает пивоварню на первеных грузовиках Беллхевен Брюлли, чтобы отправляться в магазины, супермаркеты, клубы, пары, по всему Объединённому Королевству и в другие страны. Экспортный рынок пива Беллхевен растёт среди потребителей по всему миру. Жилы наслаждаются лучшими ингредиентами, сочетанием качества и нежной заботы пива Беллхевен. Без тебя! Ну и давайте будем открывать и пробовать. К слову сказать, это пиво периодически или от случая к случаю я покупаю себе на постояночку, и в принципе вот это вот самое раскрытие вкуса меня очень и очень радует. Давайте открываем и наливаем в маленькие бокальчики, которые я получил на Big Craft Day. Какой же, чёрт возьми, хороший, насыщенный, благороднейший цвет у этого пиваса. Пену я показывать не буду, потому что в данном пивасе пены нету. И смотреть бесконечно на полыхающуюся пелену, которая нежно, значит, колышется на просторах этой жидкости, ну, мне кажется, просто бесполезно. Давайте просто попробуем и заценим. Это такой вот освежающий взрыв лагерного вкуса, присыщенного хмелем, который обычно вставляют в ИПА. То есть это почти ИПА, но это ещё и не совсем ИПА. Это как-то такая средняя половина. Она не сильно хмелевая, но в то же самое время и не сильно сладкая, и не сильно нежная, что свойственно обычным лагерам. Тут прекрасная CO2-шка, которая просто-таки пышет во рту, забивает всю его полость таким насыщенным содержимым. И вот это вот меня бесконечно радует. Я пиво попробовал совершенно случайно, потому что оно было, можно сказать, единственным в ассортименте лавазы. Там ещё был Хайнекен бутылка по 0.33, но как-то пить Хайнекен, когда есть ещё Билл Хэмон, было совсем неинтересно. Я заказал Билл Хэмон. Заказал и прям, знаете, так прочувствовал весь этот вкус, прочувствовал всю его нежность, такую пренебрежительную. Почему пренебрежительную? Потому что она всё-таки перекликается с эпашкой, и назвать её нежностью на все 100% у меня получается с трудом, но вот этот взрывной вкус меня прям зацепил, зацепил, и до самых пяток он меня пёр, пока я пил одну бутылку, потом я пил вторую бутылку, третью, четвёртую, и он ни разу меня не отпустил. То есть вот реально порадовал пивас. Я не буду вдаваться в переплетение всех хмелевых категорий, да, потому что вы, наверное, все их знаете, какие они, тем более, что я уже обозначил их в маленьком, так сказать, повествовании конкретно про данный пивасик, но вот реально они здесь сочтены таким образом, что пиво пить просто интересно, просто насыщенно, просто вы наслаждаетесь каждой ноткой, ну, по крайней мере, я наслаждаюсь каждой ноткой в данном пиве. Оно ни в коем случае не тяжёлое, ни в коем случае не перенасыщено хмелем. Оно вот прям вот такое вот, как вот лично я для себя представляю хороший и пашный лагерь, чтобы не цепляться за всю вот эту ёлку, а чтобы просто сидеть, пить пиво, наслаждаться CO2-шкой, наслаждаться градусом там в 5 по Цельсию, и думать о вкусе, думать о насыщенности, который даёт данный сорт. Возможно, есть ещё какие-то подобные лагеры, относящиеся к той же целевой и ценовой категории, но вот с этим лагером я познакомился первым. Если вы ещё знаете какие-то хорошие сорта из данного разряда, то, пожалуйста, напишите в комментариях, мне просто интересно попробовать, потому что меня реально вот данный вкус зацепил. Сколько я уже попробовал различных ИПА, и вот чтобы так смаковался вкус, пожалуй, последний раз было у меня на обзоре дабл ИПА от Салденса, когда вот там вот я вот эту всю фруктовую штучку пробовал, пюрешечки, да, а здесь совсем по-другому соединяется, он полегче такой, позадористей, более питкий, такой более раскрывающийся вкус, и прям вообще просто отлично заходит. Там, знаете, даже из глубины вылезает некая лагерная сладость, но она настолько неподчёркнутая, настолько слабо выражена на фоне свойственных ИПА-охмелий, что, как бы, понять её возможно только каким-то таким милипиздрическим образом, но, тем не менее, ты её ощущаешь и чувствуешь. Ты понимаешь головой, что это лагер, но это лагер охмелённый и относящийся более к ИПА. Вот так вот. И настолько здесь всё сбалансировано, чёрт возьми, что мне прям вообще заходит отлично-преотлично. В общем, резюмируя, что ещё хотелось бы добавить? Если вы ещё не попробовали Интергалактик Драй Хоп Лагер, то мне кажется, это надо сделать по двум причинам. Причина номер один. Просто потому, что мне интересно ваше мнение, если вы опишите его в комментариях, мне будет только плюс в карму. Причина номер два. Причина номер два заключается в том, что это просто замечательный обращик своего, так сказать, сорта, и его просто-таки приятно пить и приятно им наслаждаться, учитывая определённый градус по Цельсию, и вы получаете прям мощнейший заряд энергии, мощнейший заряд охмеления, который бьёт прямиком в мозг, который по нему расползается, и вы получаете огромнейшее удовольствие. Ну, по крайней мере, я его получаю. А теперь давайте пробовать чертополох, потому что я в душе не имею знать, что же это такое за вкус. Открываем. И наливаем опять же-таки в наш небольшой бокальчик с Биг Крафтей. Ой, оно шипит примерно так же, как и Интергалактик. И цвет такой же. Посмотрите, какой цвет классный. Ой. За такой цвет можно жизнь отдать, согласитесь? Пена тут побольше, но она всё равно такая же абсолютно невыраженная, как и в предыдущем случае. Поэтому давайте нюхать и пробовать. Первое, что я могу сказать, во-первых, пахнет свежестью, во-вторых, пахнет бодростью, такой CO2-шной бодростью пахнет. Блин, хочется незамедлительно попробовать и вкусить этот напиток. Здесь какое-то притушенное послевкусие. Нет, безусловно, во всех аспектах вкус играющий, сильный, ярко выраженный и очень амбициозный. Но когда он уже устаканивается во рту, и вы начинаете чувствовать каждую нотку от до-до-до, до-до-до, да, то начинают вылезать какие-то непонятные, странные артефакты. Вот в данном случае, мне кажется, что вкус как-то немножко замыливается. Замыливается, в общем-то, на высоких тонах, и это весьма и весьма странно, учитывая его четкие, багровые и прям басистые низы. Нет, мне этот пивас безусловно нравится, безусловно, вне всякого сомнения, вызывает у меня исключительно лишь умиление, но есть к нему небольшие вот такие вот замечаницы. Может быть, они являются придирками, но в то же самое время я не могу в должной мере оценить вкуса, в отличие от Индергалактика, потому что здесь он реально как-то притупляется на средних частотах и начинает чуть-чуть мылиться. Похоже на то, как будто вы сидите в камерном зале, слушаете классическую музыку, и весь оркестр играет слаженно, четко, сильно, красиво, но какая-то скрипка, сидящая где-то вот там вот в углу, чуть-чуть-чуть прискрипывая фальшивит. Но при этом я понимаю, что бабки заплачены не зря, пиво сильное, хорошее, и звучит прекрасно, и струнится по сосудам твоего организма прекрасно, но вот в каких-то децибелах заваливается, проваливается. Но надо отдать должное, это немножко, прям совсем такая красипулечка, крохотулечка, маленькая такая пиписулечка, которая, в общем-то, на благотворное и положительное восприятие самого напитка не отражается никоим образом. Наслаждаться можно бесконечно, придираться тоже можно бесконечно, но обобщая, обобщая, все сегодняшние представленные сорта мне, в общем-то, по сути своей дико-дико понравились. Трайхоплагер особенно, 200 ТПА проигрывает, но тоже, в принципе, ничего. Поэтому не будем на этом зацикливаться, а просто допьем данное пиво до конца. Чтобы мозг приморозило. Все, как я люблю. Ну, а с вами в очередной раз был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данное видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, заходите в нее, вступайте в обсуждения, посетите там ваше любимое пиво, там всегда этому рады, этому тема открыта. И заходите в наш Инстаграм. Там мы пытаемся что-то тоже публиковать. В общем, как обычно, до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok